Студент Семен Сергеев историей увлекается с младших классов. И когда появилась возможность, сразу вступил в юнармию. Дважды парадный расчет 175-й школы, командовал которым Семен признавался лучшим. Два года подряд ребята участвовали в параде памяти на площади Куйбышева, а также маршировали там 9 мая. По словам Семена, эти ощущения непередаваемой гордости он помнит до сих пор. Ну, кроме того, что они реально важны для общества и просто как реальная память народа, как и название есть, по сути. К тому же она интересна мне, например, в плане техники, потому что я очень люблю бронетехнику или какое-либо оружие. И чаще всего там есть выставки. Они мне очень интересны, я ими очень интересуюсь. В период увлечения историей у Семена и появилась идея восстановить биографию прадеда, героя войны, отца бабушки Валентины Горелкиной. В шестилетнем возрасте она и ее старшие сестры и братья потеряли родителей. Малышей отдали в разные детские дома. Все, что маленькая Валя помнила об отце, что его звали Григорий Телегин, а еще его любимую вещь, оставшуюся с военных времен. Помню его краги. Они так долго жили, вот они такие вот из меха, ну как это, мутоновые, как бы сейчас у нас сказали, овчинные, с одним палец, один палец вот, видимо, стрелять что ли или что-то. Вот это смутно помню. У дочери Григория Телегина сохранилось лишь две фотографии отца. На одной она у него на руках. А родная тетя рассказывала, что он был летчиком, борт-радистом, служил на самолете Ил-2М, который изготавливали в военном Куйбышеве. Во время войны был подбит, но успел катапультироваться, дотянув на горящей машине до своих, благодаря чему избежал плена и получил новый самолет, на котором и встретил победу. И даже у тетки, его родной сестры, как она всегда говорила, у меня газеточка есть, в которой прописано, что он от самолета, они приезжали сюда получать, прямо на завод. Остальные факты из жизни боевого прадеда узнал Семен благодаря сайту Министерства обороны «Память народа». Выяснилось, что призван Григорий Телегин был в Москве в 1939 году. Воевал на Западном фронте, а в 1943-м – на Первом Украинском. Я узнал, что он служит в 83-й авиационном полпу, что он принадлежит, соответственно, тогда к 18-й общей армии, что сначала он воевал на Западном фронте, а потом вереброшен в Дальний Восток. После Великой Отечественной Григорий Телегин отправился на войну с Японией, где ему был присвоен Орден Красной Звезды. Память о героях живет, и парад памяти, который в этом году отметил 10-летний юбилей, еще один повод вспомнить о тех, кто защищал свою страну от фашизма. Каждый год на сайте Министерства обороны появляется все больше информации о фронтовиках. При подготовке этого сюжета семья Сергаева-Горелкиных обнаружила в интернете новые факты. На сайте появилась схема перемещения войск, в которых служил Григорий Телегин в годы войны, откуда стало известно, что победу он встретил в Австрии. Виктория Шаре, Николай Сидоров, События.